Оценили новые автобусы, и они уже постепенно появляются на улицах города. Большие, как прежние Лиазы, но низкие и внутри совсем другие. Не всем такие автобусы пришлись по душе, было много жалоб. Директору одного из кировских автотранспортных предприятий пришлось даже заочно поспорить с людьми в соцсетях. Мол, сами такие просили. Если вы еще не успели оценить новый транспорт, смотрите сюжет Елены Чехомовой. Минус 20, мерзли вместе с вами, дорогие телезрители. И, конечно, поскорее бы пришел автобус, не важно какой, лишь бы уже уехать. Ну, свежо, морозно сегодня, да. Но нам, если честно, хотелось проехаться именно на новом автобусе. Очень много споров в интернете, хороши они все-таки или нет. Новые – это какие? Те 67 Лиазов, что поступили в Киров этой зимой. Предполагалось использовать их на маршрутах номер 2, 5, 16, 46 и 87. Мы едем на пятом. Все новые автобусы низкопольные, без ступеней. Удобно и для пассажиров на инвалидных креслах-колясках, и для мам с детскими колясками. Ездят новинки не на дис-топливе, а на метане. Так что нет никаких запахов, они экологичные. Комфортные они, идут не спеша, солидно. Пассажир рядом с нами, Юрий Васильевич, инженер-электрик из Чистых прудов. Доволен, что автопарк города обновляют. Но ложку дегтя в новом транспорте все же видит. Они на газе. Ну вот это вот, не знаю как. Тут недавно сгорел 84-й маршрут Новороссского курса. Ну там, не знаю, с причиной электропородка, видимо, и двигатель загорелся. А на газете они еще опаснее, в этом смысле немножко так, потревожнее. Но я надеюсь, новый этот выдержит без проблем. Все выдержит. Новой машине не нарадуется водитель с 16-летним стажем Андрей Детятев. Как дома, говорит, хорошо. Уличную обувь в кабине снимает. Вот как тепло. Небо и земля по сравнению с теми машинами, вот эта машина. Более комфортный, более комфортабельный, теплый. Рулевые агурировки все есть, сиденья с подогревом. Там климат-контроль, шесть камер. То есть у меня все здесь комфортно. А кондуктор на новой машине сегодня первый день работает. Яна Орлова с прежнего Лиаза сюда перешла. Сравнивает. Ну лучше, наверное, все равно. Ну здесь тепло. Тепло. В старых Лиазах было холодно. Неудобно только что, что весь узковато. Вот про узковато все и говорят. Узковато и высоковато. Проходы маленькие, сиденье высоко. Накопительная площадка одна. Тут даже никому не встать. Если даже куда-то встанет, то другие не пройдут. Я возрастная, не могу запрыгивать на такое сиденье. Конечно, чтобы забраться на некоторое сиденье, надо постараться. Шаг раз. Шаг два. Не упасть. Ну и в процессе движения, конечно, тоже как-то вот хочется держаться. Получается, что в конце салона ботинки сидящего пассажира будут выше колен стоящего. Отсюда грязь, неудобства. Так зачем делать такие высокие сидячие места? Специалисты объясняют, раз автобус низкий, куда-то нужно было поместить двигатель и коробку передач. Вот на технике и сидим. Другое дело, что сиденье не обязательно было располагать по два, справа и слева. Та компоновка именно салона, которая у вас была выбрана, скорее всего, она неправильна. Подходит больше для пригородного режима работы автобусов, где люди с меньшей интенсивностью ходят и заходят. Оптимально, наверное, для городского цикла это два ряда сидений с одной стороны, один ряд сидений с другой стороны. Тогда бы как раз появилось место по центру. И такие варианты компоновки сидений есть, если делать автобусы на заказ. Но это ведь долго. Большое количество автобусов поставлено было, какие-то из них были по наличию, то есть особо выбирать не приходилось. А так выбирать можно перед самим заказом, когда они еще не изготовлены. У нас порой бывает, что год Лиаза ждали, если заказывать. Там, слушай, своя определенная очередь, они же изготавливают на всю страну. В общем, ездим на том, что было в наличии. Зато уже сейчас. Да и можно ли всем угодить? Пришла новая техника, радуйтесь, не раз пишут в соцсетях. Есть ведь и плюсы. Стало больше сидений, где можно сидеть и положить какие-то свои вещи. Ну, более просторно. Есть экраны, все есть, и приятно находиться в новом автобусе. Будто где-то, да, где-то в Нижнем Новгороде, может быть, где-то, не знаю, Лежевский. Вот, но в Кирове непривычно и приятно. А еще смотрите, что здесь есть. В самом конце, за дверями, ой, я специально с рюкзаком, чтобы все проверить. Правда, сложно продиснуться, и у меня опять едва ли помещаются коленки, хотя вроде рост 160, но обратите внимание, как уютно. Два места в конце, как-то даже вот они огорожены. Может быть, это места для поцелуев, как в кинотеатре. Елена Щехомова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.